Вадиму Соколову, первому заместителю губернатора и председателя правительства области, вручили символ наступающего Нового года, пятачка. Вручились пиететом и торжественным словом со сцены Конгресс-холла ТМК «Грин». Вадим Вячеславович тоже выступил с речью. И все происходящее оказалось тем редким случаем, когда Деду Морозу было нужно услышать именно это, а не стихи с табуретки. Здорово, что все вы, собравшись здесь своими успехами в предыдущем году, своими замечательными талантами, прославляете Орловщину. Для нас это самый большой подарок, который вы подарили своей любимой малой родине в году уходящим. И мы, безусловно, ждем от вас всех добрых дел, новых свершений, замечательных поступков в году наступающем. Он передал и поздравления от Андрея Клочкова. Ведь все собрались на традиционную губернаторскую елку. Это новогоднее представление, которое, в отличие от прочих, начинается даже не с написания сценария и не с поиска актеров, а сочинение специального распоряжения областного правительства и выделение на проведение елки специальных бюджетных средств. Все для того, чтобы несколько сотен юных орловчан повеселились, получили подарки, поводили хоровод, а потом отдохнули от игры на просмотре спектакля. Участниками праздника стали не только дети, отличившиеся в учебе, творчестве и спорте, но и воспитанники детских домов и школ-интернатов. Дети-инвалиды, дети из многодетных и приемных семей, из семей участников вооруженных конфликтов и ликвидаторов чернобыльской катастрофы. Скажем вместе, раз, два, три, наша елочка гори! Готовы, ребята? Да! Раз, два, три, наша елочка гори! Мы не зря трудились с вами, елка вспыхнула огнями! Здесь был Мороз Иванович и Снегурка, были прочие сказочные персонажи, в обычной жизни притворяющиеся актерами и аниматорами. Кстати, они не только выступили на опушке перед украшенным деревом, но и, как полагается, еще и на сцене. Смотрите-ка, сцена эта оформлена как большой раскрытый рот с салыми губами. Так на действие и смотрели из зала, завороженное, раскрыв от восторга рты. Надеемся, что зритель также смотрел и этот сюжет. Ведь он, как ни крути, новогодний, а значит, тоже волшебный. Сергей Быковский, Андрей Борискин, телеканал Первый областной.